Всем доброго времени суток друзья! Среда, день в который по классике происходят обновления скидок в PlayStation Store. Новая подборка из интересных предложений для консолей PlayStation 4. Погнали! На этот раз предложение недели Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition. Предложение действует по 16 июля включительно. Стоимость уже со скидкой анимешного шпилева 1138 рублей, либо же 493 гривны. Акционная кампания этой недели называется июльские скидки. Продлится она до 23 июля включительно. И предложение я вам заранее говорю просто пушка. Друзья, супер шпилева за 199 рублей. Far Cry 3. Друзья, за практически смешную стоимость вы получаете офигенный шутер с большим открытым миром. Цена воистину офигенная. 199 рублей, либо же 60 гривен в украинском сторе. Это лучшее, чего стоит ожидать, потому не пропустит данное предложение. Assassin's Creed Odyssey за 1199 рублей, либо же 640 гривен. Чё сказать о данной игре. Большой открытый мир на фоне с монотонным геймплеем. Я вам могу долго рассказывать о первых частях из серии Assassin's Creed, но к большому сожалению последней новой частью, в которую я играл, была Синдикат. Какая же она была монотонная и однообразная. И с того момента я зарёкся больше играть в серию Assassin's Creed. Но даже несмотря на все мои претензии к Синдикату, я пожалуй куплю данную часть для того, чтобы попробовать и дать ещё один шанс серии. Ну а если реально смотреть на картину, то меня заинтересовала очень интересная цена в 1200 рублей. Потому в сегодняшней рекомендации для покупки будет игра из серии Assassin's Creed Odyssey. Ещё одна игра из серии Assassin's Creed. На этот раз Black Flag. Вот касательно Black Flag я могу с уверенностью сказать, интересная пиратская сага. Конечно в целом концепция Assassin's Creed первых частей не передаётся, но если рассматривать проект как сугубо пиратская шпилева, так заходит на ура. Ещё раз напомню, цена вопроса составляет 359 рублей, либо же 195 гривен. Resident Evil 7 с чертовски привлекательным ценником в 599 рублей. Друзья, игра за которую я готов вручиться. Если вы любите survival horror и также зашли игры из серии Outlast, то эта игра будет чуть ли не обязательной к покупке на сегодняшний день. Так как прайс самый низкий за всё время. Конечно проведённая некая аналогия с Outlast немного грубая, но в целом чтобы вы понимали какой проект вам стоит ожидать. И ещё поделюсь с вами маленьким секретом. К игре Resident Evil 7 можно абсолютно бесплатно загрузить крутое дополнение не герой. И что в свою очередь добавит вам около 2 часов к общему геймплею. В общем друзья, я вам свою точку зрения сказал, я вам настоятельно рекомендую купить Resident Evil, а там выбор за вами. Следующим у нас будет эксклюзивчик для консоли PlayStation 4 с очень вкусным прайсом в размере 574 рубля, либо же 300 гривен. Под названием Order 1886. Бесспорно игра является неким проходничком на 1, ну максимум на 2 раза и то заради чисто платины. Но даже несмотря на некую линейность игры, в своё время когда я её проходил, я получил позитивные эмоции от игрового процесса. И в своё время я за неё дал практически в 2 раза большую цену. Потому друзья, блин, давайте смотреть правде в глаза. За 574 рубля, даже 600 рублей, это в принципе не такие уж и большие деньги для подобных проектов. Всегда считал, что покупки игр в комплектах являются самые выгодные. И на этот раз нам предлагают офигенский комплект за 874 рубля под названием The Shadow Warriors Collection. За чуть более чем 8,5 соток рублей мы получаем 2 офигенских шутера в стиле Doom, либо же Serious Sam. Как говорится, две игры лучше одной, тем более за столь интересный прайс. С ограниченным бюджетом это, пожалуй, будет самая целесообразная покупка. Друзья, напоминаю, что не забываем подписываться на мой канал и, конечно же, жмакать пальцы вверх. Чем больше лайков, тем больше новых видео. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем до скорого, пока!